В Магадане начался сезон дорожных работ. Уже в 3 часа ночи сегодня был запущен асфальтобетонный завод. И продолжать работу он будет вплоть до октября. В первую очередь дорожники займутся ямочным ремонтом и только после этого дворами. Помимо этого асфальтобетонный завод будет производить асфальт для укладки на значительных участках улиц областного центра в рамках федерального проекта БКД 2.0. Подробнее о планах на этот год рассказал мэр города Юрий Гришан. У нас большие планы в этом году по дворовым территориям, по асфальтированию дорог, которых раньше никогда не было асфальтовых. Вот сейчас ведутся подготовительные работы по кожзаводу, там где улица Карьерная, улица Кожзаводская. По ней невозможно даже было ходить городскому общественному транспорту, в том числе и школьному автобусу, поэтому асфальтируем, превращаем эту часть города Магадана в благоустроенную часть. Кроме того, городоначальник сообщил, что сначала будут ремонтировать улицы, где проходит большой поток автомобилей, а в будущем собирается и вовсе расширять дорожную сеть. Также со следующего года начинает действовать новый ГОСТ на асфальт, поэтому приобретается дополнительный модуль промышленной установки, а это означает, что качество дорог очень скоро в столице Коломы значительно улучшится. Вчера в библиотеке имени Пушкина состоялась партийная конференция местного отделения политической партии «Единая Россия». В повестке дня был единственный главный вопрос – досрочное прекращение полномочий прежнего секретаря отделения Петра Бурмистрова по его заявлению и выбор нового руководителя магаданских единороссов. На основании личного заявления Бурмистрова Петра Евгеньевича, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» города Магадан в Магаданской области о сложении полномочий секретаря и на основании пункта устава партии 14.6.1 о досрочном прекращении полномочий секретаря, предлагаю досрочно прекратить полномочий Бурмистрова Петра Евгеньевича, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» города Магадан в Магаданской области. Новым секретарем местного отделения «Единая Россия» в Магадане была избрана Виктория Голубева, которую поддержали 37 из 40 участников конференции. После подсчета голосов результаты тайного голосования распределились следующим образом. Голубева Виктория Александровна, 37, Ира Щуп и Николай Владимирович, 3. Решили признать тайное голосование состоявшееся. Большинство голосов от числа делегатов конференции необходимо принять справедливость секретаря местного отделения «Единая Россия» в Магаданской области получила Голубева Виктория Александровна. Совершенно не секрет, что сейчас вся партия нацелена на положительный результат у нас на выборах нашего будущего кандидата в депутаты Государственной Думы. Поэтому мы будем работать все вместе со всеми членами партии, со сторонниками партии. Безусловно, работы впереди очень много. По мнению Виктории Голубевой, у «Единой России» очень активные члены партии, поэтому есть с кем работать и достигать поставленных больших целей. В актовом зале «Металистам» магаданцам торжественно вручили сертификаты на получение социальных выплат. На Колыме продолжает действовать программа обеспечения жильем молодых семей. Семья Тамары Приятелевой встала в очередь на приобретение жилья в 2014 году. Тогда их было трое – Тамара, ее муж и дочка. А получила сертификат семья уже в количестве четырех человек. За эти годы родился младший сын. Кроме того, в скором времени Тамара станет мамой в третий раз. Как отмечает девушка, этой помощи ее семья очень ждала. Мы очень ждали этой помощи. Спасибо большое вам. Мы взяли ипотеку. Эти денежки пойдут на выплату ипотеки, на закрытие ее. Нам очень нужны эти денежки, потому что у нас зарплата сейчас не очень большая. Даже когда работает и я, и муж, все равно денег не хватает. За 12 лет, в течение которых реализуется программа, социальную выплату получили более 600 молодых семей. В 2021 году для этих целей выделили почти 61 миллион рублей. А это, отмечают специалисты, позволит получить сертификат 71-й молодой семье. По словам экспертов, за время действия программы не обошлось без сложностей. Тем не менее, проект работает. Программа работает. Это главное. Главное, что вы сегодня имеете такую возможность получить субсидию, которая во многом помогает быстрее вам стать собственниками квартир. Для своей семьи. Я хотел бы вас сегодня поздравить и сказать, что самое главное пожелать вам счастья, любви, тепла, семейного очага. Молодые семьи могут социальной выплатой погасить действующую ипотеку или приобрести новое жилье. В 2021 году субсидия составляет более 600 тысяч на семью из двух человек, почти миллион из трех, более миллиона из четырех и полтора миллиона из пяти. Кроме того, если у родителя есть ребенок, они могут получить более 700 тысяч рублей. На данный момент в программе участвуют почти 600 семей. Если семьи еще молодые, которые не принимают участие в программе обеспечения жильем молодых семей, пожалуйста, все могут обращаться к нам в управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана, Горького 16, 209 кабинет в рабочее время. Для того, чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти следующие условия. Возраст одного из супругов или родителя не превышает 35 лет. Семью признали нуждающейся в жилье. Наличие у семьи доходов, которые позволяют получить кредит для оплаты расчетной стоимости жилья. Календула, львиный зев, маргаритка в Магадане начали высаживать цветы. Сотрудники комбината зеленого хозяйства приступили к работе. Как отмечают специалисты, земля прогрелась до минимально нужной температуры – 8 градусов. Цветочная композиция каждый год новая. Всего планируют высадить до 180 тысяч растений. Примерно 48 сортов однолетников и многолеток. Для того, чтобы улицы Магадана засияли цветочными красками, нужно провести большую подготовительную работу. Круглогодично у нас порядка 5-6 человек производят уход за теплицами и подготовку к высадке и выращиванию рассады. На посадку мы привлекаем до 10 человек. Именно тех сотрудниц наших, которые маленькие вот эти чудесные растения высаживают на клумбы города. Сотрудники КЗХ высадят более 4 тысяч квадратных метров цветников. На Магаданской площади, в сквере Победы, в третьем микрорайоне, в парке Маяк растения украсят весь город. Мэр Магадана Юрий Гришан наградил студентов единственного колымского вуза за победу в интеллектуально-познавательном брейн-ринге. Учащиеся университетов в честь Дня российского предпринимательства поучаствовали в межрегиональной викторине экономической истории от древности до наших дней. Соревнования провели дистанционно. Магаданские студенты Института цифровых технологий СВГУ заняли второе место. Как отмечают специалисты, молодежи важно знать историю предпринимательства. Чтобы правильно относиться на сегодняшний день к предпринимателям и к предпринимательствам, к малому и среднему бизнесу, надо понимать, из каких источников это все пошло и к чему приводило. Потому что раньше, ну и сегодня крупные предприниматели, это на самом деле меценаты. И они двигают прогресс. И сегодня малый и средний бизнес, он дает львиную долю налогов как в бюджет местный бюджет, в областной, региональный бюджет и федеральный бюджет. И за счет предпринимателей экономика двигается вперед. Участвовали в брейн-ринге студенты третьих и четвертых курсов экономического профиля. В команде четыре человека. Ребята не раз выигрывали олимпиады и интеллектуальные конкурсы. В этом состязании студенты не только отвечали на вопросы, но и писали эссе на тему развития золотодобывающей промышленности Колымы. Ребята рассказывают, что они были хорошо подготовлены к игре. Вопросы были абсолютно несложными. Все было максимально просто. Понятно, что для кого-то эти вопросы могут показаться сложными, для человека неподготовленного. Но также, опять, как у нас очень хорошая подготовка, вопросы показались легкими. И все решил, конечно же, случай. Потому что очень много моментов там зависело от удачи. Допустим, были простые вопросы, ну там, точнее, малооплачиваемые вопросы, по одному баллу, но они, допустим, оказались с подковыркой. И на них нельзя было ответить. Тогда, как вопросы на 10 баллов, но считается, что вопрос должен быть сложным, они были невероятно простыми. Глава муниципалитета поздравил студентов, наградил грамотами и ценными призами. А также пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться в этой сфере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова